День без пробок или вынужденная пешая прогулка. 20 лет назад, 22 сентября, был назван Всемирным днём без автомобиля. Это день, когда всем предлагают воздержаться от использования личного транспорта. Согласно опросам, саратовцы откликнулись на призыв охотно. Что касается чиновников, многие акцию проигнорировали. Почему? Пытался выяснить Станислав Жижин. Эта традиция зародилась почти 20 лет назад в Англии. Оттуда и название World Day Without Car. По-русски «День без автомобиля». К 2001 году акция достигла колоссального размаха. Тысячи городов в 35 странах мира в этот день не стояли в пробках, а железные кони стояли на стоянках и в гаражах. Организаторы мероприятия обращают в этот день внимание, что слишком большое количество машин – это проблема не только мегаполисов, но и всего мира. Например, в Саратове, хоть это и не столица, автомобиль есть почти в каждой семье. В 2011 году у нас на учете стояло порядка 280 тысяч транспортных средств. То уже за 2012 год, ну на 1 января 2013 года будем считать, стояло порядка 333 тысяч автомашин. То есть практически 50 тысяч автомашин прибавилось. Постановка на учет. Если представить, что все они соберутся в городе, то Саратов превратится в одну большую парковку. Хотя и сейчас на основных магистралях в утренние часы тянутся вереницы, желающих побыстрее добраться из пункта А в пункт Б. Ситуацию, говорят специалисты, можно исправить, но придется пойти на жертвы. Нас жизнь заставит прийти к непопулярным мерам, запретительным. Запрещение, я повторяю, в центральную часть въезда. Мы же практикуем во время, например, предновогодних праздников, закрывать центральную часть города. Но пока решили обойтись без этого. 22 сентября городские власти призвали саратовцев на один день отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта. Звучал он для всех жителей, но не все его услышали. Идея, говорят, хорошая, но нереальная. Я без нее как без рук, так сказать. Производственная необходимость, так сказать. А в целом, как гражданин, я как бы поддерживаю такую идею. Поддержали бы, но дела государственной важности не позволяют, говорят чиновники. За короткий день нужно успеть в несколько мест. А на большие расстояния, передвигаясь пешком по протяженной Саратовской области, весь день можно и потратить. В плотном графике тяжело, конечно, без автомобиля. Но есть ситуации, когда, я еще раз повторяю, вполне можно построить свой график так, что автомобиль будет не нужен. Рабочий автомобиль чиновника – это необходимость, считает зампред областного правительства Александр Соловьев. Он, пожалуй, единственный из властимущих, кто на работу добирается пешком. Говорят, утренние прогулки заряжают на хороший день. Стараюсь поддерживать здоровый образ жизни, настолько, насколько это хватает, конечно. А второе, я недалеко живу от места работы. И когда есть возможность прогуляться с работы домой или из дома на работу, прости пешку, почему бы эту возможность не использовать? Если бы все в этот день послушали советы и отказались от четырехколесного друга, этому особенно обрадовались бы представители госавтоинспекции и экологи. Автотранспорт ежедневно разрушает как биосферу планеты, так и самого человека. Каждый день под колесами машин гибнут более трех тысяч человек. А каждую минуту с конвейера автогигантов сходит новенькое транспортное средство.